Доброе утро, команда. Как меня слышно? Видно ли слайды? Поставьте плюсики. Всем желаю доброго утра, бодрого утра. Настраиваемся на позитив. И хочу сейчас передать сразу микрофончик. У нас сегодня дебют у нашего партнера Елены Шейной. Девушка, которая пришла к нам в проект совсем недавно и очень активно принялась за рекрутинг. У нее это очень хорошо получается. Сейчас она с нами поделится, расскажет немножко о себе. Леночка, я тебя не вижу. А, вот, вижу. Передаю микрофон. Всем здравствуйте, всем доброе утро. У кого доброе утро, у кого уже добрый день. У нас сейчас 2 часа дня уже. Вот. Ну и сегодня, наверное, планерка такая. Познакомимся с вами. Жутко волнуюсь. Вот. Спасибо всем, что пришли, за поддержку. Спасибо. Олеся, листай следующий слайд. Меня зовут Шейна Елена, мне 29 лет. Я из города Красноярска. И проект пришла совсем недавно, в 11 каталоге, в конце 11 каталога, вот, на третьей неделе. И где-то, ну, на третьей неделе я начала уже вникать и быстро как-то вникла и начала работать. Следующий слайд. Так, почему сетевой маркетинг? Вообще, о сетевом маркетинге я узнала давно, где-то лет в 14, еще когда училась в школе. Это была первая компания, и меня в нее втянула моя бабушка. Вот. Она просто подписалась, и я начала работать. Ну, естественно, у меня ничего не получилось, потому что я еще путем не понимала вообще, что это такое. И думала, что это нужно продавать. Просто я с детства люблю всякие баночки, крема, косметику и прочие вот эти вот девчачьи продукты. И мне это очень-очень всегда нравилось. Вот. Ну, в сетевом маркетинге я перепробовала, наверное, все компании, которые можно было перепробовать, ну, в которые можно было войти, ну, с минимальным вкладом, так скажем, денежным. Вот. И у меня ничего не получалось. Может быть, потому что нужно было продавать. Следующий слайд, Олеся. Вот. И, да, я пришла к выводу, что все-таки свой маркетинг – это бизнес. Вообще о бизнесе я задумалась давно. Я по образованию товаровед продовольственных товаров. И с 18 лет я начала работать, после того, как закончила учебное заведение, начала работать, вот, и, как бы, все время работала в торговле. И думала о том, чтобы свой бизнес открыть. Думала о многом. Это я думала, может быть, это будет продуктовый магазин. А еще, ну, это все требовало больших положений. А вот у меня на тот момент, да и на данный момент тоже, как бы, еще пока нет. Парк и так далее. Естественно, ничего не получалось. Да и конкуренция сейчас очень большая. То есть я даже не знала, в какую можно нишу войти, чтобы получить какую-то прибыль и не прогореть. Система маркетинг – это, ну, действительно бизнес. Правда, я поняла это совсем недавно, что это бизнес, который работает. И более того, работает практически для всех. И в этом можно действительно всем принимать участие и получать нормальные деньги. Так. Я начала работать до этого. Вот буквально еще год назад я была в другой сетевой компании. У меня там, опять же, ничего не получилось. Потому что я вот смотрела на людей, я понимала, что, ну, наверное, да, сетевой маркетинг – это круто, это здорово, это бизнес, но только не для меня. У меня не получается. Там нужно разговаривать с людьми, там нужно постоянно общаться, нужно кого-то уговаривать, нужно что-то делать. Это вообще не мое, потому что я с людьми боюсь общаться, я, ну, как бы, не люблю навязываться. И вообще, ну, то есть это просто не для меня. Это здорово, но это для кого-то другого, не для меня. И так, как я пришла вообще в Арифлэн? Следующий слайд, Олесь. Так, почему Арифлэн? Как я пришла в Арифлэн? В Арифлэн я пришла совсем случайно. У меня на работе, и там, где я сейчас работаю, на своей основной работе, я работаю в цветочном магазине кассиром. У меня там очень, там народ. При этом очень много свободного времени, которое я проводила в интернете. Благо, у нас можно сидеть в интернете, то есть вот так. Я там сидела, играла в игрушки, переписывала в соцсетях со своими там знакомыми, незнакомыми людьми, делала какие-то фильмы. А потом пришла к поводу, что мне надоело просто так проводить время. Глупо, это глупо, это бесполезно. Я думаю, ну, люди же зарабатывают в интернете деньги. Может быть, и мне стоит попробовать зарабатывать в интернете деньги. Я начала искать. И искала разные способы. Даже писала какие-то статьи за деньги, там, потом вот эти клики, реферальные ссылки, чего-то там такое делать. Такая ерунда, и на этом заработать невозможно. То есть можно заработать какие-то копейки, но жить на эти копейки больше времени не потратить. И опять же я опять вернусь к тому, что сетевой маркетинг, так как этого очень много, я просто искала предложение, я нашла одно из предложений, перешла по объявлению, и вот так вот я искала команду Светланы Гагариной. Так как я уже знала немножко о сетевом маркетинге, я, в принципе, сразу внукла в работу. И вдохнула, что нужно было это изучить, изучить систему работы. В Арифлей мне понравилась система работы, и особенно почему я осталась. Пришла я сюда, так же, как и во все остальные компании, я приходила, чтобы заработать. А осталась я здесь по одной простой причине, что у меня начало получаться. У меня быстро начались результации. То есть у меня начали регистрироваться люди. И я подумала, блин, раз у меня начали регистрироваться люди, а такого у меня еще не было, чтобы так быстро это все происходило. Вот. Я думаю, наверное, это работает. Вот поэтому, и тем более я потом начала пользоваться. До этого я не пользовалась продукцией Арифлейм никогда. И когда я получила свой первый заказ, мне очень понравилось. Продукция, я получила заказ на 13 баллов в день. Я просто влюбилась. И сейчас каждый раз, когда я заказываю эту косметику, я в нее все больше и больше влюбляюсь. Мне просто нравится. Рекомендую всем и сама с удовольствием. Ну и вот так вот я пришла в Арифлейм, и мне очень нравится эта компания. Сейчас я как бы с удовольствием работаю и более того развиваю разные способы. Следующий слайд Олеся может объяснить. Сейчас я расскажу немножко, как я работаю. У меня два способа на данный момент, которыми я работаю в основном. Первый способ – это режиме. Это мой основной способ, откуда у меня идет... Что я делаю вообще? Я нашла... То есть я просто банально открываю сайт, на котором есть в свободном доступе данные соискателей, которые ищут люди, которые ищут работу, размещают резюме. Они оставляют там свой номер телефона и почту. По номеру телефона я не звоню, я пока что не готова это делать. Я пишу на почту. То есть я беру почту этого человека, пишу на почту. В теме письма я пишу в собеседовании. И в письме я уже пишу за ним посредственно вакансию. Раньше я размещала, расправляла такие письма. В среднем я отправляю 150-300 вот таких вот письма. И раньше я писала письма следующего собеседования, что «Здравствуйте, мы рассмотрели ваши резюме». «Углашаем вас на собеседование и сутки». На собеседование, время московское и так далее. Все, больше я ничего не писала. Никакой конкретики. Откликов было очень много, но это не совсем удачный способ. Потому что первый каталог моей работы, это был 12 каталогов. Первый каталог у меня зарегистрировал порядка 12, по-моему, человек. И никто из этих людей не остался. Они все ушли. Я отправляла письма всем подряд. Не смотрела на должности, которые размещаются. Не важно, начальник это или уборщица. Я не смотрела на пол, то есть мужчины, женщины. Я отправляла всем. Потом я начала фильтровать уже немножко. Сейчас я уже так не делаю. Я уже немножко фильтрую. Во-первых, я пишу только женщинам. Вот, мне кажется, мужчин должен приглашать мужчин. Ну и второй момент, я также перестала писать. То есть я пишу более конкретные письма. Теперь я размещаю конкретные заканчивания. То есть, допустим, здравствуйте, мы рассмотрели ваше резюме. Я предлагаю вакансию следующую. Там менеджер интернет-магазина, к примеру, зарплата. Какая обязанность? Какие и так далее. То есть я не изобретала велосипед. Я даже вот эти вакансии, которые я отправляю, я их нашла в интернете. Люди другие писали эти вакансии. Они размещают их. То есть они ждут откликов от людей, чтобы им писали, соискатели. А я делаю наоборот. Я пишу те же самые объявления, только уже соискателям напрямую. Люди, которые интересуются, они не отвечают. Которым неинтересно, они не отвечают. Есть такие, которые матерятся. Есть, которые спам отправляются. Есть абсолютно разные. Тем не менее, как бы, отклики есть. Это работа. То есть я сейчас пришла к выводу, что лучше делать все-таки более конкретные письма. Я их меняю, чтобы не спалили. Ну, чтобы спам. Каждый день я отправляю разные вакансии. Вот у меня есть несколько объявлений в шаблонах. Вы можете тоже работать примерно по такой же силе. И второй способ, который я использую, я его недавно начала использовать, это ВКонтакте я работаю. Как я работаю? У меня всего одна страница ВКонтакте. Она моя личная. То есть этой странице уже 7 лет. Я не стала заводить другие страницы, потому что у меня основной. Как работает эта страница? Я разместила там статус о работе. Ни слова про рекламу, естественно, я не написала. Статус о работе. И вот либо я пишу в группу, отклики оставляю. Есть предложение о работе. Либо кто-то мне пишет на статус. Бывает, что я каждый день добавляю друзей себе. То есть у меня порядка тысячи человек сейчас в друзьях. Девочек со своего города, потому что они охотно добавляют. Кому-то пишу, кто-то пишет мне сам. Кому-то я пишу. То есть бывает импровизируют. Бывает. Немножко неполадки у Лены с интернетом. Летает она у нас, вылетает из комнаты. Подождем ее, конечно. Давайте пока напишите в чате, кто пришел с Авито, с резюме. Вот кого пригласила Лена. Я вижу, у нас есть в комнате ее команда. На самом интересном месте. Поставьте плюсики. Да, вот Ольга. Ставьте плюсики. Казалось бы, все легко и просто. Человек работает по резюме с одного аккаунта на Авито, с одного аккаунта ВКонтакте. И у нее очень много откликов. Очень много кандидатов записывают на собеседование. Мы буквально прям не успеваем девчонками проводить назначенное время. Расширяем часы. То есть раньше у нас было сколько? Четыре времени в день. Сейчас мы практически каждый час уже указываем время для собеседования. Поподробнее про резюме сейчас вот нам Лена как раз и рассказала. Нам нужен будет тогда еще отдельный тренинг. Да, наверное, Лена рассказала, как она работает. В принципе, ничего не придумывала. Все шаблончики у нас для этого имеются. Так, мы пока ждем. Давайте еще поговорим о новостях. У нас с сегодняшнего дня, с 10 часов, началась распродажа. Вы видели уже, какую продукцию нам компания предлагает? Кто еще не делал личный товарооборот? У вас есть шанс поучаствовать в распродаже. И те, кто делал, тоже. Так, Лена здесь. Даю микрофончик. Продолжай. Готова? Отлично. Не знаю, на каком моменте остановилась. Остановилась на том, что... Последнее, что я говорила, это то, что нужно разговаривать со своим спонсором. Поэтому девочки... На ВК, да, остановилась. Вот, я хотела еще сказать, что задавайте вопросы обязательно. Если возникают какие-то вопросы, у вас есть высшестоящие вопросы. Они помогут, и они на них ответят. Вот, поэтому не бойтесь, задавайте, спрашивайте. Лучше... Не знаешь, спроси. Есть такое правило. Не знаешь, что сделать, просто спроси. Я спрашивала все первое время. Сейчас я тоже спрашиваю. Уже не так часто, но все равно спрашиваю. И я очень много провожу общения со спонсором. То есть я со Светой, Света Гагарина, мой непосредственный наставник, и я с ней провожу... Если у меня что-то не получается, вот, я все... То есть у меня бывают всякие дни. Хорошие и плохие. Я не знаю, я сейчас об этом говорила, но, наверное, вы меня не слышали. Я вынесла. Бывают разные дни. Хорошие дни и плохие. И иногда кажется, что все не получается. Вообще хочется все бросить и уйти. Вот. Поэтому такие моменты, когда хочется все бросить и уйти, кажется, что я занимаюсь бредом. Такие моменты я обязательно пишу Свете и говорю, Света, у меня ничего не получается. Плохо. Она начинает, она мне говорит, а что у тебя не получается? Давай разберем. Мы начинаем разбирать, и оказывается, все не так уж и плохо, что все оказывается у меня хорошо, что медленно и верно у меня появляются какие-то результаты. Вот. И... То есть я опять настраивалась на работу. Поэтому спонсор – это очень важно. Вообще общение очень важно. Поэтому налаживайте отношения с вашими спонсорами, общайтесь с ними, задавайте вопросы. Вот. Следующий слайд можно... Вот такое вот, так скажем, напутствие найдет. Если опускаются руки, если кажется, что ничего не получается, пробуйте еще раз. Пробуйте. Главное – не сдаваться и не останавливаться. Это, как бы, мое правило. Не ошибается только тот, кто ничего не делает. Пробуйте, пробуйте и не опускайте руки, не сдавайтесь. Все обязательно получится. Вот так. Я хочу сказать девочкам спасибо. Олесе и Свете спасибо за то, что... Без Олеси эта планерка вообще могла бы не состояться, потому что я очень волновалась. Она мне очень помогла. Ну и Светлане за то, что она меня поддерживает. Спасибо, Лена, за планерку такую. Спасибо, что все рассказала. Тебе тоже огромное спасибо от нашей команды. Вообще за рекомендации. Вообще спасибо за то, что ты есть в нашей команде. Наша звездочка, наш золотой кораблик. Я тебе желаю огромных-огромных успехов в карьерной лестнице, чтобы скорее достигла своей цели. Вот. И сейчас у нас время 10.20. Сейчас мы переходим к теме семинара. Давайте сделаем прям минутную паузу. Я загружу слайды. Вот. И у нас будет тема семинара «Маркетинг-план» в деталях компании «Арифлэй». Вот. Будем разбирать все по циферкам. То есть на прошлой неделе я начинала проводить этот семинар, но у меня отключили электричество в самый такой непосходящий момент. Так что заново все буду вам рассказывать. Да, наливайте чай, кофе. Запись вставлю. Все. Встретимся через минуту. Встретимся через минуту.